Привет друзья, сегодня у нас очередная история из сети, но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Много лет я усердно копила деньги для того, чтобы съехать и купить собственную квартиру. Мне приходилось много работать, чтобы исполнить свою заветную мечту. И вот наконец-то, несколько месяцев назад я смогла приобрести квартиру своей мечты. Я купила маленькую, но уютную квартирку недалеко от центра города. Она мне сразу понравилась, поскольку от нее мне было очень близко на работу, да и условия за такую цену были довольно хорошие. Раньше в этой квартире жила семья, они хотели ее поменять на большую, поскольку здесь им было мало места. И вот прошло уже некоторое время я полностью обжилась в новой квартире, жила для себя вполне обычной жизнью. Как вдруг я обнаружила в почтовом ящике весьма необычное письмо. На нем не был указан обратный адрес, но письмо предназначалось женщине, у которой я купила квартиру. Как связаться с бывшей хозяйкой я не знала, поскольку та не оставила мне своих контактных данных, и из-за чего я не смогла ей переслать письмо. Почти неделю оно лежало у меня дома на тумбочке. Я хотела его выбросить, но что-то останавливало меня. И наконец-то мое любопытство взяло вверх надо мной, и я решила открыть письмо и посмотреть, что там написано, о чем позже очень пожалела. Внутри я увидела много фото, на которых был муж бывшей хозяйки квартиры с другой женщиной. Как выяснилось из письма, эти фото прислала любовница мужчины, с которой он состоял в отношениях довольно продолжительное время. А в самом письме она описала все подробности того, как им было хорошо вместе и как жена мешает их счастью. Она попросила ее оставить этого мужчину, поскольку они сильно любят друг друга. Тогда мне было очень неприятно читать эти строки. Я представляла себя на месте бывшей хозяйки моей квартиры и не могла понять, откуда у этой женщины такая наглость. Ведь сообща все вышесказанное, она еще и свой номер оставила. Моей злости не было предела, и я решила, чего бы мне это ни стоило найти хозяйку и отдать ей письмо. Долго не напрягаясь и благодаря договору я смогла найти ее в одной из социальных сетей. Но письмо я так и не смогла ей отправить. Ведь то, что я увидела на ее странице, заставило меня еще раз хорошенько подумать, правильно ли я поступаю. На странице женщина часто постила совместные фотографии с детьми и мужем, на которых они выглядели довольно счастливо. До сих пор не знаю, что делать и правильно ли я вообще поступила. Я прекрасно понимала, что если отправлю письмо, то испорчу их идиллию. Но меня мучило то, что эта женщина по-настоящему любит своего мужа, а он просто нагло врет ей в глаза. А как бы вы поступили на моем месте? На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.